Дорогие поздравления Вас всем Великим! Дорогие поздравления Вас всем Великим! Дорогие поздравления Вас всем Великим! Потому что именно в сегодняшний день, в четверг, накануне страдания, Господь совершил тайную вечерину и установил эту тайну. Он сказал о том, что тот хлеб, который Он предлагает Своим ученикам, является Его телом, которое преломляется во спасение Его человеческого. И то вино, которое Он предлагает испевать на этом тайне, является у крови, изливаемый живот вечный. И Он сказал о том, что ученики должны совершать это тайство в воспоминаниях о Его страданиях, в воспоминаниях о Его воскресенье. И вот уже почти две тысячи лет, это тайство, величайшее тайство, величайшее чудо, которое происходит на земле, совершается в христианских православных храмах. И ныне мы завершили этот тайство. Мы приобщились тем и крови Господа нашего Иисуса Христа и стали храмами Духа Святого. Итак, стали храмами Бога Жива. Страшно и трепетно это тайство. Апостол Павел в своем послании предупреждает, кто приступает к этому таинству, недостойно в суд себе, в осуждении себе, это совершает. Но кто достоин из нас, грешно, приступить к этому таинству, принять в себя Бога Жива? Никто, ему мы грешны и славны. И совершаем это только по милости, великой милости, Божий к нам, который по-отечеству относится к нам. И вот этот пример, который мы сегодня переживаем. Ведь Спаситель на тайной вечере сказал сырочникам, что они рассеются, разбегутся, а не оставят его. Но никакого осуждения. Вы потом соберитесь, и мы встретимся с вами на колене. И Петра, он предупреждает. Ты отвлечешься от меня, несмотря на то, что ты сейчас клянешься в своей верности. Но Спаситель молится о том, чтобы у Петра хватило сил покаяться, поплакать об этом падении. И действительно, это и совершается. И только учеников, которые спали в Петербургском саду, он слегка укорит, что вы спите. Поэтому так же. Сейчас мы как бы находимся в России. Из-за этого Петра, которые Господь попустил, как я уже говорил, совершенно не случайно, он допустил именно на Страстной неделе. На Пасху ограничен нам возможность участвовать в этих таинствах, участвовать в этих торжественных богослужениях. Но ведь Церковь имеет опыт, ибо в гонениях, и в тех, которые были относительно недавно у нас в стране, гонения на нашу Церковь, и которые были и в древности, Далеко не всегда христиане имели возможность быть в храме и приобщаться с Святой Христовой Таймой. Но это не мешало им быть христианами, быть со Христом. И поэтому и нынешние искушения, нынешние испытания, которые ни во что не могут вмениться в сравнении с тем, что было прежде. Будем надеяться, будем молиться, будет при этом и мы будем вместе молиться, вместе участвовать в этих удивительных, виденных богослужениях, которые будут после Пасхи, которые всегда совершают Святая Церковь. Потому что каждая ритургия – это воспоминание, и не только воспоминание. Потому что Церковь не просто воспоминает какие-то события, она сопереживает и соучаствует в этих событиях. А каждая ритургия – это есть тайные вещи. Каждый воскресенье, каждая ритургия – это есть жертва Толковская, и каждая ритургия – это есть Пасха. И да сохранит нас Господь Бог в Своем логе, в логе Церкви, которая есть в теле Твоего. Аминь. 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 Аминь.